всем привет рассмотрим как изменить пароль это очень часто бывает нужно а потому что я всегда всем рекомендую устанавливать и настраивать систему с коротким паролем а уже когда все настроено вот тогда уже я всегда говорю можете упражняться и делать пароль любой угодно длины но для этого всегда нужно посмотреть во первых где мы с меняем собираемся поменять пароль вот я открываю папочку иду на один уровень вверх вот у меня написано юзер помните я говорю что имя пользователя юзер идем в терминал и здесь пишем такую фразу сюда пробел пас дабыл юзер это паспорт пароль и теперь пишем ю зер нажимаем энтер он нас просит старый пароль заводим единичку пишет введите новый пароль ну допустим 5 6 7 8 9 нажимаем энтер просит еще раз подтвердить 5 6 7 8 9 5 подтверждаем пишет что новый пароль успешно применен давайте очень легко проверяется 5 6 7 8 9 9 вот еще на синаптике тоже можно проверить 5 6 7 8 9 и на синаптике все оно работает но если где-то у вас встретится и пароль не будет применяться ну тогда можете напишите сюда паспорт пробел и напишите root корень и так же на на root поменяйте корень и тогда у вас пароль будет как говорится везде один и тот же вот вот таким вот образом все это дело делается значит вот такая простая значит команда ну а я пока возвращаюсь к своей к своему старому паролю вывожу опять таки единичку единичку ну и проверим опять как успешно все работает пароль снова поменяли на единичку и единичка снова работает второй немаловажной проблемой является изменение пароля на входе или значит сделать автоматический вход в систему без заведения пароля или значит все таки установить пароль вот для этого нужно идти вот сюда в параметры системы идем идем в самый низ вот окно входа ну заведем пароль наша единичка здесь и вот смотрите внимательно значит на вкладке пользователи значит вот тут написано автоматический вход в систему разрешить вход в систему вручную скрыть имя пользователя вот внимательно вам нужно с этим делом скажем так поупражняться значит каким образом ну вот я подготовил специально уже значит коробочку виртуальную и вот на ней значит я вам все это дело буду дальше показывать все то же самое вот я вам покажу значит вариант первый вот эта кнопочка значит завершить сеанс я нажимаю вот у меня окно входа мое скажем так обычное значит здесь я завожу пароль единичку нажимаю значит вот на эту стрелочку и захожу к себе в систему как поменять пароль на пароль любой длины вы знаете а вот а вы хотите сделать это дело чтобы у вас было автоматически значит вот идете сюда вот можете здесь нажать пробегаете в самый низ вот окно входа в систему ну заводите парольчик вот переходите на вкладки на вкладку пользователей вот таким образом значит вот все у меня дело здесь находится а вот автоматический вход в систему и допустим я тут напишу имя пользователя юзер ну и делаем задержку перед подключением в секундах ну давайте 10 секунд традиционно нажмем вот то есть теперь у нас вроде бы как вручную все это дело отключено гостевые сессии отключены ну здесь не требуется для меня лично ничего фоноизображение за все я оставляю и вот внимательно прочитайте подпись внизу для вступления в силу этих настроек требуется перезагрузка компьютера то есть уже не смена перейти на другой сеанс и так далее а полная перезагрузка компьютера после полной перезагрузки компьютера у вас будет совершен автоматический вход в компьютер значит вашу систему с именем пользователя юзер и задержка перед подключением в секунду будет 10 секунд но самое главное вы знаете теперь вот этих два значит момента как изменить пароль как значит сделать вход поменять вход на автоматический или наоборот с автоматического значит на вход с паролем там надо просто будет имя пользователя убрать и вписать туда там и пароли в другие графы посмотрите внимательно вот штука хорошая ну ладно вот две такие фенечки значит вам на заметку вот 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 Продолжение следует...